Группировка. Для группировки данных по определенным параметрам применяется оператор группбай или метод группбай. Допустим, у нас есть набор из объектов следующего типа класс фон. Короче, у него есть поле имя и поле компания, даже не поле, а свойства. И данный класс представляет модель телефонов, которым определены свойства для названия и компании-производителя. Сгруппируем набор телефонов по производителю. У нас есть список этих различных телефонов от различных производителей. Вот. И что мы делаем? Создаем поле фон-группс. Класс у него iEnumerable, iEnumerable и out. dout это, ну, dt является iGrouping тип с параметрами string и фон. Ну, да, то есть, наш фон туда залетает еще и с параметром string. В общем, очень сложная штука. Это linku, которую возвращает не пойми что. Если выражение linku последним оператору, выполняющим операции над выборкой является group, ну, вот этот, то оператор select не применяется, имейте в виду. Оператор групп принимает критерии, по которому проводится группировка. У нас получается по компании. По посебай указываешь по какому критерию будешь группировать. Результатом оператора групп является выборка, которая состоит из групп. Логично. Каждая группа представляет объект iGrouping, string и фон. Ну, вот это, то, что я показывал. То, что t является вот этой штукой. iGroup, внизу написано. Вот такой тип. Параметр string указывает на тип ключа. Параметр фон на тип сгруппированных объектов. Каждая группа имеет ключ, который мы можем получить через свойство k. Ну, чуть ниже, ну, вот, gk. Все элементы группы можно получить с помощью дополнительной итерации. Элементы группы имеют тот же тип, что и тип объектов, которые передавались оператору групп. То есть, в данном случае, объекты типа фон. То есть, в группе лежат те же фоны. То есть, полностью этот же список. Я так понимаю. И, если это верно, то мы можем и компани вывести здесь. Да, и компани есть. То есть, получается, о чем мы делаем. Вот мы сгруппировали данные. Потом их пытаемся вытащить из нашего фон.groups каждого элемента. Сначала вот этот gk пробуем достать. Ключик, по которому все это дело группировалось. Далее, в каждой группировке, получается, вот оно сгруппировало. Как-то по ключу, по компании, скорее всего. Потому что мы делаем по компании. Вот. Потом выходим просто в это. Это как бы список виски. Получился оно. Второй список более упорядоченный. И мы из него достаем название телефона. Вот. Я надеюсь, не зря распинаюсь. Вам это пригодится. Сейчас вот у нас есть Microsoft. То есть, по факту, здесь мы выводим ключ, по которому мы группировали, да? То есть, тут было два Microsoft, ключ останется один. Вот. А далее, то есть, по факту, у нас там не просто Microsoft лежит. По этому ключу лежит все наши телефоны с компанией Microsoft. То есть, там внутри лежат три фона полностью с именем компании. Вот. Но в данном случае мы просто вытаскиваем имя. То есть, T-Name. Если это компания, то тут будет Microsoft, 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 Microsoft. XIOM, XIOM, XIOM и так далее. Я это потом продемонстрирую. Ну, то есть, вот так мы сгруппировали. Linkio, конечно, хитрый язык. И зачем-то он имеет два способа записи. То есть, аналогично будет вот такая штука. То есть, сейчас остановлю. То есть, получается var.phone.groups2 это из фонов всех. Берем, группируем по компании. Все. Так как-то читается проще на самом деле. Ну, и цикл тот же самый остается. Запискаем. Получаем тот же результат. С этим разобрались. Теперь изменим запросы, получим команду и создадим из группы новый объект. То есть, выражение group.phone.by.phone.company.into.g определяет переменную g, которая будет содержать группу. Логично. С помощью этой перемены мы можем затем создать новый объект анонимного типа. И вот, где мы select new name gk count равно gcount. Создаем анонимный тип. Объект анонимного типа. Теперь результат запроса будет представлять набор объектов таких анонимных типов, у которых два свойства name и count. Так как gk из предыдущего примера мы выяснили, что это название компании, gcount просто почитает, как я уже сказал, что в компании тут будет по три строчки полностью phone name короче, у микрософта раз, два, три. И она вот эти штуки просто объекты себе посчитает и выведет на консоль. Чтобы убедиться, у нас у микрософта три телефона, xiaomi1, lg2, apple2. Далее есть аналог этой команды. Так. Запискаем. Тот же самый результат 3122. Получается, из телефонов группируем по компании, выбираем в грубо говоря, переменную g из этой группировки имя и количество. имя и количество. Следующие. Следующие. Это мы комментируем. название. Там не название, а полностью name и company. Сюда вложили дополнительный запрос from p любая буква может быть in g dg. dg это наша новая переменная. из p из p в g select p. dg. dg. группа группа и имена. Как я говорил, там не просто имена, там просто такие сущности сгруппированные по три. Вот. И мы получается сгруппировались там сидят все вместе. tg это такая абстракция, не знаю, как называйте, как хотите. В ней сидит вот эти три телефона. И мы можем эти три телефона записать в нашу еще одну переменную, грубо говоря. Она скорее всего будет типа fonts. Тут может подключить. Видите, фон. Тип фон. То есть мы сюда типа создали еще три по microsoft 3, а по другим другие. Три телефона. Вот. И дальше мы пытаемся это вывести. То есть та же самая мы сначала по группировке пробегаемся, выводим название и количество и потом вызываем пробегаемся по телефонам, который в этой g у нас новые переменные засели. Ну и также выводим имя и компанию, чтобы убедиться в том, что то, что надо показывать. То есть в микрософте у нас три телефона. Xiaomi Xiaomi 1 и так далее. То есть у нас получается, что G это вот этот наш i-grouping, и в нем сидит куча телефонов сгруппированных. то есть в каждом G по несколько группированных телефонов. То есть фон по сути у нас скорее всего даже да, это видите, это как бы список innumerable phone. То есть в нем не один телефон сидит в этой переменной phones, а несколько, но он на то и phones, а не phone. мод. Их мы тоже можем выводить через фарич на консольку. Ну и соответственно в этой штуке тоже есть второй способ. Получается warfone groups 2 phones группируем то же самое по компании и выбираем select g равно new тут тоже остается как в предыдущем варианте name account а в фонс мы опять делаем select из G уже уже из G из группированных данных ну и все все вложенные строки получается p и из всех телефонов все телефоны запиши сюда на этом все напоминаю про telegram и все и